коллеги добрый день в прошлом видео мы смотрели как визуализировать сегментацию клиентов по принципу парет в программном продукте click view давайте посмотрим как проделать примерно такие же как создать примерно такую же визуализацию но уже с использованием программного продукта кликсенс здесь будут некоторые отличия и нам придется обойти некоторые нюансы кликсенса но тем не менее я полагаю что наша визуализация получится достаточно информативной и симпатичной давайте приступим и посмотрим как это делать и итак для визуализации нам полу понадобится та же самая таблица которую мы уже создали видео о том как сегментировать клиентов вот вы видите эту таблицу это собственно и есть то же самое приложение которое я вам уже демонстрировал так что все должно быть знакомо в таблице сортированные клиенты по доли продаж вот рассчитана накопленная доля продаж давайте создадим новый лист назовем его визуализация парэта и поработаем над нашей визуализации прежде всего я хочу скопировать формулу которую мы использовали для определения накопленного объема продаж для того чтобы не писать ее от руки каждый раз вот эта формула воспользуемся control c команды итак для визуализации нам понадобится комбинированная диаграмма перетащим ее на рабочее поле добавим измерение в нашем случае это будет наименование наших клиентов добавим меру начнем с меры сумму продаж это я зря вставил вот так мы видим гистограмму которая выстроилась пока что она не отсортирована назовем нашу формулу как продажа можно применить денежный формат отображения но в данном случае он нам не подходит и лучше остановиться на авто мы видим что после цифры видно буква м это означает миллионы так удобнее и экономит место графика давайте отсортируем нашу наш график по сумме продаж естественно по убыванию мы видим как выстроились наши клиенты по сумме продаж по убыванию график напоминает то что мы строили в кликвью добавим новую меру как раз ту самую форму которую я копировал так как у нас комбинированный график то мы должны выбрать линию и нам надо выбрать отображение у числа как процент с двумя знаками после запятой указываем что это будет вторичная ось справа выстроилась еще одна шкала и по ней отстроился второй график назовем эту меру накопленный объем продаж процентах посмотрим что у нас получилось на получилось примерно то же самое что и в кликвью за исключением того что график пока не имеет никаких точек на кривой нет отображения данных он пока содержит легенду давайте попробуем немножко сделать его более удобным вот я сейчас убрал легенду чтобы она не занимала лишнее место на графике наверное было бы интересно и более визуально понятно отобразить точки значений на графике вот мы это два добились путем нажатия одной кнопки теперь на нашем графике появились точки со значениями наводя на которые можно увидеть эти значения но с кликсенс как раз при комбинированном когда вы выбираете визуализацию на комбинированном графике невозможно отобразить значение сверху рядов нашего графика с этим придется смириться либо использовать график гистограмму или просто график на них это можно сделать например выбрав линейный график давайте добавим к нашему графику линию тренда также установим ему процентное значение линейное отражение и вторичную ось вот мы видим что у нас нарисовалась линия тренда на уровне 80 процентов в принципе уже такой визуализации достаточно но я предлагаю пройти немного дальше и улучшить ее например мне не нравится то что оба графика содержат точки я бы хотел чтобы деление значения отображались только на графике накопленного объема продаж в процентах линия тренда не содержала никаких точек а была просто линии и так для того чтобы на одной на одном графике были маркеры а на другом нет нам придется создать дополнительную меру с идентичной формулой накопленного объема продаж и установить отображение как маркер вот видим что у нас получилось получился маркер виде треугольников только на линии которые отображают накопленный объем продаж а линия тренда осталась просто линии но цвет в данном случае получился какой-то чересчур разношерстный поэтому я предлагаю еще поработать то наши диаграммы и откорректировать для того чтобы откорректировать цвет нам нужно сделать выбрать отображение цвета по выражению и в данном случае я хочу задать если по формуле накопленного объема продаж получается результат менее на 0,8 то меньше либо равно 0,8 то такие клиенты отображаются красным цветом а все остальные клиенты пускай будут синим этим мы сможем увидеть наглядно сразу же какие клиенты край критично важны для нас а какие менее важны и так мы видим что клиенты которые дают нам 80 процентов продаж окрасились в красный цвет все остальные отображены синим цветом но у нас по-прежнему длинное название в клик view мы поработали с этим установив функцию left мы обрезали наши наименовальные клиентов до 5 символов давайте попробуем сделать аналогичную манипуляцию кликсенс на первый взгляд все получилось и все абсолютно идентично но давайте посмотрим значение которые у нас появились видно что почему-то рад тег который был первым раньше синим синим отображением стал четвертым или даже пятым переименуем нашу метку наименование для наглядности давайте добавим к нашему к нашей страничке еще табличку которая будет идентична той таблице которую мы делали ранее для того чтобы сравнить какие же данные у нас разница разнятся и почему произошло такое разделение мы выбираем стандартно меру наименование измерение наименование и добавляем две меры сумму продаж и накопленный объем продаж а также проводим сортировку по объему продаж ну вот собственно все наглядно видно рад так у нас первая фирма которая перри шагнула рубеж 80 процентов однако если мы сейчас отключим наш фильтр мы увидим что по графику рот так далеко не первое он уже его значение содержит 82 процента ушел за 82 процента это говорит о том что скорее всего наименование обрезанное совпало с наименованием какого-то другого клиента и она просуммировалась в этом случае такое такой подход и делать нельзя потому ну потому что получается неверные данные я скажу почему клик view мы обращались непосредственно к полю данных как бы к ярлыку этого поля то есть формально это ее только и лишь его отображение но не само поле данных а здесь же мы обращаемся непосредственно к полю данных и и соответственно если мы обратились так например выбрав первую букву у всего наименования то кликсенс просуммирует всех контрагентов которых и совпадет первая буква и получится совсем не то что мы хотели вот видите теперь все получилось теперь и таблица и график совпадают по своим данным ну и в заключении нашего видео я бы хотел только применить применить иные цвета к нашим к нашему графику потому что в данном случае это blue они очень контрастные и как бы сказать режут глаз давайте смягчим и используем более модные цвета сглаженных таких тонов я специально подобрал два цвета которые думаю будет будут гораздо гармоничнее смотреться на графике вот как то так думаю теперь он выглядит гораздо симпатичнее чем то что было до этого надеюсь что видео будет вам полезно ждите следующих видео подписывайтесь на канал на канал чтобы не пропустить ничего интересного и до новых встреч спасибо за внимание до новых встреч